Вы же родились в Макеевке. Да. Макеевка – это фактически Донецк. Ну, да, в некоторых районах это одна сторона улицы – это Макеевка, а вторая сторона улицы – это уже город Донецк. Выезжаешь с Донецка, попадаешь в Макеевку и наоборот. Вы в 90-м году родились, и я… В 89-м. В 89-м, ага. И я в 90-м году впервые попал в Макеевку. И вы знаете, что меня потрясло просто? Серые, черные такие дома безрадостные. У нас как-то в Киеве желтое, белое, как-то все, ну, радуешься, да? Ну, смотря в каком районе в Киеве. Макеевка не изменилась с 90-х годов. Не изменилась? Не в лучшую сторону. Вот оно ж влияет, когда так живешь, и в такой вот серости, в такой гамме цветовой, или нет? Ну, наверное, влияет. Я говорю, в некоторых районах Макеевки можно ОБД давать, если ты дожил до 18 лет. Да? Да. Что, детство тяжелое было? Да нет, замечательное детство было. Без мобильных телефонов. У нас там побольше район на район ходили. А ходили район на район еще, да? В моем детстве еще, да. С кулаками, с цепями, с чем? Да, и с кулаками, и с арматурами. Это там нормально. Доставалось часто вам? На самом деле нет. Не так часто. Но дрались хорошо? Ну, да. Родители чем занимались в фарше? У меня, мать, в принципе, всю жизнь в торговле работала продавцом. Отец, он в строительстве. У меня еще отец погиб, когда, не помню, в 2000, даже еще раньше. А мать уже, когда я в первом плену находился. То есть ни отца, ни матери нет? Ну, да. Кем вы хотели стать? В детстве? Да. Ветеринаром. Почему? А не знаю. Животных любил этот, хотел стать ветеринаром. У вас были животные? Да, и много разных. Ну, кто был? Ну, вообще, у меня там были собаки, кошки, хомяки, кого только. А я вечно еще притаскивал с улицы то каких-то черепах, то каких-то змей, которых все время выкидывали. Сколько у вас комнат дома было? Столько жило у вас животных? Две. Ну, и у бабушки тоже еще две. То к бабушке притаскивал вечно какую-то живность. Закончили школу. И куда пошли? После школы я работал в Макеевке на заводе. ЯКХЗ. Что это? Коксахим? Да, Ясиновский Коксахим завод. У меня две, в принципе, рабочих специальности есть. Это теплоизоляровщик и сварщик. Главное не признаваться в армии, что ты умеешь варить. Что ты сварщик. Каково оно было работать в Макеевке на заводе в то время? Ну, в каком плане? Ну, вот нравилось вам? Поначалу, да. Ну, просто оно такая скучная работа. Ну, каждый день как бы одно и то же. Однообразная, да? Нормально по зарплате было. Ну, какая зарплата была? Ну, если в долларах. Ну, я уже даже и не скажу. Помню, что оно все хватало и даже особо некуда было тратить деньги. Ну, хорошо. Вы работаете на заводе. А что дальше? Вы же задавали себе этот вопрос. Вот до конца жизни на заводе или куда-то хотелось все-таки? Да, я даже так и не могу сказать. Да, но там планов уже настроил. А вот на заводе, потом сейчас закончу этот... Ну, поступаю в этот... В универ у нас там металлургический этот... Он не колледж назывался, сейчас скажу, техникум. Думал, потом там в институт. Ну, как оно обычно на заводах и бывает. А, во-первых, такая... Как там, кумовщина, можно сказать, такое. Туда можно устроиться только по блату. А на завод? Серьезно? Да, на заводы, на шахты. Там большинство таких... Да уж что? Нормальные заводы, да, и нормальные шахты. Это там в основном такое. Ничего себе. Там все друг другу родственники. Но потом как бы случился там... 14-й год, ну и все поменялось. Я считал, что у вас были интересные взгляды в школе. Вы так Дугина любили, да, вот смотреть исторические какие-то... Да? Дугина... Да я читал и Дугина, и Лимонова. Там просто Макеевка вроде город... Да нет, он в принципе не маленький. 500 тысяч было тогда полмиллиона. Да, больше 500 тысяч человек. И у нас там, в моем районе, я еще когда в школе учился, там были, так сказать, представители разных таких движений. Да, и Лимоновцы там этот. Ну естественно, что в той атмосфере как бы находился, еще так можно сказать, по взгляду своим. Человек не сформировавшийся, и поэтому тусовался в таком обществе в довольно разном, так бы сказать. В том числе и с теми вот... ЕСМ, по-моему, у них назывался. Евразийский союз молодежи. Да, это Дугин, да. Да, да, да. Слушайте, как интересно. Лимонов потрясающий же писатель был. У него в голове политический бардак был. Я дважды брал у него интервью, представляете, даже дома у него как-то был. В голове бардак, но писатель потрясающий. А вы понимали вообще, чего Дугин хочет, чего Лимонов хочет? Я думаю, они сами не понимают, что они хотят. Вот. У родителей какие взгляды были политические? Можно сказать, никакие. Так же, как и у большинства людей на Донбассе. Как бы там ни было, взгляды такие, они, можно сказать, аморфные. Вообще удивительно. Дед заядлый коммунист был. Во всяком случае, как он думал. А так родственники на большинство вообще. Никакие политические. Такие, как у большинства. У большинства там были такие, там, партия регионов. Советский Союз. Советский Союз. Колбаса по 2.20 и все. 14-й год, революция достоинства. У вас уже сформированы к тому времени были другие взгляды, да? Да. А почему это произошло? Вот как в Макеевке молодого человека вдруг поменялось мировоззрение? Почему вы стали украинскую классику читать, в стуса влюбились, да, насколько я знаю? У меня поменялся круг общения, во-первых. Я немножко повзрослел, как бы вышел из этапа детства, и поэтому поменялись и взгляды. Ну и вот что вы ощутили? Почему вы ощутили связь с Украиной тогда? В основном из-за того, что поменялся круг общения. Я перестал общаться со всякими, как сказать, культурно. Наркоманами? Да. Точно сказал, да? Ну почти точно, потому что большинство тех, которые были как раз вот лимоновцы, вот эти вот, как минимум троих я знаю, которые умерли от передоза. Как вы ощущали Украину тогда, вот живя в Макеевке? На самом деле, несмотря на то, что регион сам по себе был довольно ватный, и причем мы не берем сейчас только там взять рабочий класс, а допустим взять и так называемую интеллигенцию, там учителей, профессоров. Они тоже ходили на митинги там и кричали, мы за Януковича, ну то есть стадный инстинкт такой работал. Несмотря на это, в Макеевке и в Донецке было все-таки и довольно такая мощное проукраинское сообщество. Все-таки, да? Да, и насколько помните, еще события, когда тут революция достоинства была, в Донецке тоже проходили митинги в поддержку Украины. Единственная ошибка всех этих митингов была в том, они были более многочисленные по количеству народа, которые там присутствовали, единственная ошибка, которую допустили, эти митинги были действительно мирными. А небольшая такая шайка людей, у которых были на тот момент, правда, только там арматуры и такое, но они были довольно агрессивно настроены. И, как оно всегда случается, маленькое количество радикально настроенных людей способно перебороть большое количество такой аморфной массы. Вы знаете, мне всегда было интересно, как можно вообще всерьез хорошо относиться к Януковичу. Человек дважды отсидел, трижды был судим, но носитель множества пороков. Вот почему народ так к нему относился вот на востоке Украины? Вы можете объяснить? Да, могу. Потому что свой... Вы, наверное, если читали, наверное, Зигмунда Фрейда, да, у него и Юнга, у них там написывается, есть такая вещь, как называется, анально-территориальный контур психики. Вот. И люди готовы прощать любые прегрешения представителю своего класса и казнить за любые мельчайшие там пороки представителя враждебного класса. Ну, вот так вот. Там основной был, он же наш. А то, что сидел, так у нас тут многие сидели, да? Ну, да. В 2014 году, вот, 13-14 год, революция гидности тут в Киеве, на Майдане. Что ощущали люди в Макеевке, в Донецке, и что ощущали лично вы в то время? Большинство людей, большинство людей ощущали, а говорили вот так, вот им делать нечего, мы вот работаем, а они там, типа, на Майдане скачут. И большинство людей продолжали вот так же работать, они не бегали вот это с флагами, там, по России, там, не кричали, там, Путин, веди войска, там, заберите нас. А вот на эти митинги ходили как раз маргиналы на пророссийские, потому что тот именно, ну, настоящий рабочий класс, они были заняты тем, что ему в 6 утра, там, на смену идти на завод, либо в шахту, ему было нет до этих митингов. Конечно же, там, латентно, так, они поддерживали более пророссийские взгляды. Вот мне ребята... Причем мне интересно, почему они поддерживали, они вот, у нас будут зарплаты, хотя Украина, это, по-моему, единственная постсоветская страна, у которой остался регрессный фонд, такая штука, это для шахтеров, что важно. Ни в Беларуси, ни в России регрессного фонда нет, и если бы даже эти территории стали официально, допустим, территория России, то они бы... Закрыли бы шахты сразу. Шахты бы не закрыли, а вот пенсии они бы перестали получать повышенные. То есть на уровне, когда все получали, там, около 2000 гривен пенсии, у них было 8-10, и, по-моему, глупо было бы кричать Россия, потому что ты же деньги перестанешь получать. Вот мне интересно, все-таки, я разговаривал с донецкими ребятами, они говорили, что на Донбассе очень боялись вот этих поездов дружбы, боялись бандеровцев, действительно, или... Да, боялись того, чего не существует, на самом деле, бегали, я это вот именно помню, у нас на ЖД вокзале, там, бегали какие-то типы с палками, искали поезд, короче, я не помню, он Львов, по-моему, в России ехал, то ли Львов, Ростов, там такой вот, и проезжая через Макеевку, и там бегали этот, искали так называемых правосеков, потому что там везде по этим чатам, короче, которые были, там искали автобусы с какими-то мифическими правосеками, которые там каждый где-то видел, вот, и, естественно, что ни одного поезда дружбы, ни одного автобуса не было, но выглядело это довольно странно. Вообще удивительно, Донбасс, огромная территория, миллионы людей, сколько там тех бандеровцев или правосеков, как можно вообще бояться было, тем более, что их не было, на самом деле, на Донбассе. Поразительно, да? Российская явно спецвброс был, спецоперация. Который потом вышел из-под контроля. Как вы ощутили, что ситуация в Донецке, в Макеевке выходит из-под контроля? Вы помните это время? Да, помню. Ну, когда люди, которые бегали с палками, с флажочками, потом начали бегать с автоматами из-за того, что силовые структуры, которые находились в Донецке, в Макеевке, просто открыли им оружейки, вот. Ну, там, часть силовых структур, она покинула Донецке, как уехала там в Мариуполь, ну, и в другие города, вот. А часть, которая там осталась, просто не оказывала никакого сопротивления, оказывала либо молчаливую поддержку, а в некоторых случаях и немолчаливую. Русские появились тогда в Донецке уже? Ну, русских тогда не было еще. Ну, они, возможно, и были в качестве там заводил каких-то. И инструкторов, да? Ну, да, но в качестве именно войск там такого нет. То есть чисто обдолбанный люмпинг пролетариат, да? Поначалу, да. Потом? Ну, а потом я уже покинул Макеевку и вступил на тот момент еще в батальон Азов. В каком году вы оказались в Азове? В 14-м. Вот сразу, да? Да. Ну, там, почти сразу, я точно 5-го сентября, по-моему, пришел. Вы родным сказали, что идете в Азов? Нет. Просто встали и поехали? Да. Почему вы это сделали? Ну, во-первых, я там сидел вот это, можно сказать, в ожидании в позе ждуна, там, думал, что все оно как бы закончится, а потом как бы пришлось узнать, что само оно никак не закончится. Вот, когда уже начали по городу бегать вооруженные люди... Много их было? Немного, но они были весьма заметны. Угу. Это апрель где-то? Это даже, наверное, это уже даже летом было. Угу. Я его тоже набрал, говорю, вот так буду там уезжать. Ну, а одной еще из причин стало, потому что у меня там очень много знакомых как раз вступили, вот это так называемое ополчение. Вот. Ну, мы связь еще поддерживали. Вот. И мне один тогда написал, вот, в мессенджере, что говорит, так и так, мол, на тебя там ориентировки, поэтому на блокпостах. Ну, не на всех, у них тоже как-то там было непонятно, что на одном блокпосту одни, на другом другие, это разные подразделения, общая информация у них как бы не передается, как бы это такое, удельные такие княжества. Вот, ну, и тогда я вот собрал вещи, выехал через Углидар, вот. Ну, я тоже местный, я прекрасно знаю, где есть блокпосты, где нет, и их спокойно можно было объезжать. Вот, я просто объехал эти блокпосты. Макеевка, Донецк, изменились, вот, когда начали бегать эти люди с автоматами, вообще атмосфера другая стала? Ну, конечно, атмосфера напряженная была, атмосфера неопределенности. Иногда плохие новости намного лучше, чем вообще никаких новостей.